всем приветики купила себе такую вот клавиатуру logitech k280 е пришла она в такой коробочке довольно таки так приятно выглядит коробочка цвет у нее такой прям красивенький и сейчас я буду распаковывать а пришла она мне на замену моей вот этой вот которой я пользую пользуюсь сейчас она все еще работает но уже довольно таки замученная так сказать жизнью и временем использования но сейчас мы не хотел бы как бы открыть эту и сравнить стой потому что они чем-то похожи вот и коробочка начнем с коробочки здесь написано что модель k280e pro комфорт удобный и бесшумный вот текста для меня вот это вот важно что бесшумно потому что я не люблю когда клавиатуру стучат она вот такая тоненькая на наутбуковской похоже она в буковске они тихонько работать и мне вот это вот нравится собственно я такие всегда беру такие как но тоненькие которые тихонько работают мне такой прям нравится вот так вот она выглядит что у нее тут сверху написано просто логи touch такой минимальный прикольный минимализм такой здесь кстати сверху показано как она сверху выглядит а сбоку показано как она сбоку выглядит прикольно и вот такие у него тоненькие клавиши реально как на ноутбуке тоненькие тоненькие по идее должен тихо работать есть тоже просто модель обои фирма и модели но здесь нету надписи про а здесь есть хотя когда я заказывал и не помню была ли там надпись про почему-то надписи про нигде нету только сверху комплект доставки клавиатура и инструкция здесь языки на каждом языке что-то написано русского я что-то и не вижу ну да русского здесь похоже что и нету в общем я посмотрел так вот на паузе глянул здесь есть любой язык кроме русского хотя почему-то на снизу например он есть здесь написано два года гарантии поддерживает windows 7 и нужно скачать через интернет при но дополнительное программное обеспечение если оно надо и вот windows 7 поддерживает как ни странно меня до сих пор это всем хотя все уже на десятке вот и снизу вот она так вот выглядит здесь что-то еще написано world лидер мировой лидер мировой лидер производстве мишей клавиатур ну да логи тачки кстати все хвалят чудо проводная клавиатура здесь русские есть проведенная проводная клавиатура там почему-то нету потом здесь на что написано бесшумные удобные низкопрофильные клавиши полноразмерная клавиатура с устойчивым ножками катя ножка она уже сломалась рассчитана на 3 на длительный срок службы 10 миллионов нажатий выдерживает но это круто седозионная система оповещений это как я это обычно три казалось бы что то такое хотя это везде же есть каплок скроллок и нам лог поэтому странно что они это выделили отдельной надписью есть отдельная функциональная клавиша это кстати вот да нужно там здесь вот все на ну здесь английский текст а здесь вот русский поставка влагозащищенная конструкция но насчет влагозащищенности здесь есть пометка протестирована при определенных органических ограничениях попадание не более 6 миллилитров жидкости то есть так какая-нибудь капелька если упадет то не страшно если под воду что не что конечно же не выдержит он такой он то есть любую чай пить рака какая капля упадет тот типа выдержит а если там всю чашку будет что наверное уже не выдержит вот ну и дальше она как бы на ней с двух сторон с этой 100 есть такая вот штучка наклеечка типа мы и срежем сейчас хотя резать надо не так так стоп я сейчас это сделаю более аккуратно то есть мне не получается ну сумму к немножечко мы задел картонку вот сейчас обрезал хотел аккуратно не задеть но не получилось вот она настоящая распаковка этот приятный момент когда новая вещь распаковывается там похоже что больше ничего нету да ну да пустота ну и вот она собственно клавиатура в пакетике на пакетике как обычно надписи что можно удушиться и человечек такой на риса он удушающийся у как она приятно выглядит просто пушка но так клавиши работают мы только послушайте их не слышно или как обычно клавиши гремят ну так или здесь когда ты жмешь но не так жестко когда уже лупишь но обычно клавиши как-то так у всех звучат ну как при обычном нажатии здесь когда лупишь получается то свеча я еще слу плюс все силы а а когда обычно нажимаешь вот так отпечатаешь текст ну ее практически не слышно это вот это я люблю когда клавиатура не гремит а ну ее практически не слышно что-то там нажимается по сравнению с обычной клавиатурой у которой клавиши раза в три больше то ну то есть еще столько же два раза раз и два столько же если не три то там конечно же грохот стоит жесткий а здесь довольно таки круто мне очень нравится вот так вот выглядит клавиатура и специально такая подставочка для рук то есть вот ты ложишь руки и вот так они у тебя лежат прямо на этой подставочке вот они лежат прямо на подставочке и дальше нажимаешь клавиши собственно клавиши такие тоненькие а функциональные клавиши вот они помещены то есть это калькулятор открывает это поиск это видимо почту это домашняя страница наверно в браузере это нажимаешь либо звук включает выключает это перемотка ну следующий трек этот трек пауза в плеере выключить звук в системе так понимаю включить звук а нет выключить звук в системе включить звук это потише это погромче сделать а это выключить пока удобно я люблю когда дополнительно клавиши есть прикольно вот такая клава по сравнению с моей это прям круто моя уже сейчас покажу мою вот она моя чем-то похоже тоже у нее есть такая подставочка под под руки тоже такие тоненькие клавиши и кстати до сих пор тихо работают нужно уже погромче эти потише эти уже только под под гремлевают а эти уже а эти нет эти новенькие на реально тише она уже вся вот здесь видно что вы царапана раз только долго и пользуешь ты сейчас выцарапалась все они прозрачны потому что у них подсветка и здесь подсветки нету а это синенькими светится уже функциональные клавиши у нее есть в чем похоже предыдущий следующий трек пауза стоп вот эти клавиши тоже почта домашняя клавиша звук выключить исключить тише громче ну похоже чем-то похоже да только здесь чтобы она сработала нужно уметь вот эту клавишу вот эту вместе а здесь не знаю здесь надо здесь тоже есть вот наверное функционал и нажимаешь вот эту клавишу это срабатывает а пока это не нажмешь функционал срабатывает f2 а если функционал и вот это тогда срабатывает открытие почты но прикольно так нажимаешь просто в 10 нажимаешь f и в 10 уже звук тише становится это прикольно кстати здесь хорошо что два альта потому что здесь вот один альт вот тут вот он уже стерся а тут альта нету вместо него клавиша lng то есть язык переключать одной клопкой а не двумя как обычно но он не работает нажимаю эту клавишу она не работает поэтому смысла в ней нету я не знаю почему она не работает может надо винта все назначать но в итоге она мне не работает лучше бы здесь альт был потому что я привык что альта можно так вот свойства открывать файлов а так нужно вот так открывать это неудобно ну и контекстное меню тоже здесь не особо надо вот такая чем-то похоже да тоже у нее такие же тоненькие клавиши то тоже подставка здесь то тоже функциональная почти что такие же как как здесь может он чуть-чуть отличаются ну здесь подсветка есть от подсветки нету а так можно сказать то же самое клавиатура только я ее покупал за рублей сколько я не помню сейчас такая стоит 45 рублей а я ее покупал рублей за 38 что такое да и раньше покупал за 38 рублей а сейчас такая 45 то есть то есть она даже подорожала ну ее можно убрать она пока нам не надо так что у нас тут сбоку ну да там как там на рисунке прям также сзади снизу сзади что у нас подстану есть ножки вот такие выдвигаются прикольно под ножкой что-то написано серийный номер так а здесь тоже какие-то параметры k280e логи тэч 5 вольт ну и и кабель получается юсбишный также еще есть инструкция в комплекте ну и вот она инструкция довольно таки объемная начинается у нас он английского языка вот он английский язык идет дальше дальше идет французский язык там ну и вот она французский здесь начинается идет здесь вот также как на английском только на французском и дальше уже идет на норве нодерландский норвежский нидерландский видимо так а нас интересует какой русский русский вот он здесь по-русски прикольно так обычно русский пишется а здесь по-русски просчитайте рекс руководство перед началом использования внимание неправильная замена батареи но здесь же нету батареи или они общую инструкцию для всех клавиатуру и проводных и беспроводных чтобы лишний раз не перепечатывать а то для каждой еще один инструкцию так и всем одинаково наверно ложат да и все правильно безопасное использование продукта не открывайте не модифицируйте используется только сайте с и ты е что такое ты я ну короче ничего такого интересного что при при появлении одного из признаков перечисленных выше повреждений обратить к врачу что движение пытающиеся в течение длится на времени во время использования продукта могут привести повреждению нервов о сухожилия мышц кистей рук ничего себе запястье перед плеч мышцы шеи и спины ого если такое случилось нужно обратиться к врачу так с рекомендациями еще можно ознакомиться на сайте логи дач комфорт не является безопасным при обычных условиях является безопасным при обычных короче тут а про этот как он называют про программу ничего не пишет он уже писали что про программу для использования на компьютере отдельную программу можно скачать а что за программа ограниченная гарантия ну и все мы дальше мы 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 где мы держишь это а про программа что-то ничего не пишут дальше какой-то латвийский язык и что-то такое ну здесь я ничего не вижу там они что-то писали на коробке про программную часть клавиатуры но здесь про здесь про нее ничего не сказано ну в общем вот так вот можно открыть инструкцию сразу по русски и дальше это все что так как бы это нужно но здесь больше пишет о том как ей пользоваться и о безопасном использовании про программу они ничего не пишут хотя там на коробочке писали что есть какое-то программное обеспечение и его можно скачать download опционал софтворы download ну то есть программное обеспечение это можно скачать или может драйвера для него какие-то надо не знаю вот такая вот клавиатура у меня сейчас будет получается а теперь можно сравнить ее с моей предыдущей собственно она я и искала примерно похожую они так вот на вид сильно очень похоже получается вот такой коробочке нам и ко мне пришла с ним но обычно вот эти вот клавиатуры с такими тонкими клавишами обычно так и называется с ним ну слим это означает как раз таки вот тонкая ноутбуковская клавиатура но для компьютера вот проводная с ним клавиатура с подсветкой символов слима но имеется ввиду что такая тихая и с тонкими клавишами и собственно у нее здесь вот есть подсветочка которая регулируется вот этими клавишами page down page up то есть вот нажимается функциональная клавиша и дальше либо ниже с подсветкой становится но менее яркая или выше более яркая вот так вот она выглядит он даже она немножко подсвечена видно что подсветка включена 12 экстра функций вот эти вот как раз таки сверху им еще здесь на эти клавиши можно переключаться нажав и сюда и тогда эти клавиши поменяются местами так вот друг с другом специальные игровые опции имеется ввиду что вот эти клавиши могут меняться стрелочки с в асд блокировка системных клавиш переключение стрелок курсора вот идеально для работы при низкой освещенности то что у нее есть подсветка регулируемая яркость подсветки 50 100 процентов и 0 вот увеличенная площадь короткий тихий ход клавиши но я всегда беру такие клавиатуры сверхпрочная встроенная подставка под запястье вот она ну а и лнг не работает почему-то я нажимал не хочет она работать пришла она ко мне что-то порвано и мне тогда не понравилось что пришла как бы коробка порванная oscar sm660l pro коробочка до сих пор и пользуюсь она работает просто что как и наушники она просто уже износилась взобства складывать из молочей ну да один срок один год срок гарантии а в этой два дают ну а специально конечно же но эти как его продавцы дают год но на коробке написано 2 хотя обычно должны давать гарантию производителя или или один год я что-то не заметил по-моему 2 давали не помню но сейчас уже не буду рассматривать мы здесь адреса все сбоку здесь такая штука снизу снизу у нас что реклама других товаров их них описание функции клавиатуры разные языки прикольно что есть флажками помечен то есть ты смотришь обычно когда просто тексты сразу теряешься а здесь ты видишь значок флаг и сразу видишь но и сразу по флагам сразу тут же по картинкам находишь глазами моментально сверхтонкая с подсветкой символов особенности технической характеристики тогда еще и к спешку поддерживала сейчас у меня только семерка новая клавиатура которая вот английский он даже белорусский есть короче на всей на всех языках defender прям молодцы вот внутри было вот пакетик под клавиатуру провод пакетик под провод и собственно еще инструкция была коробка так и хочет закрыться это у нас был гарантийный талон который конечно же не заполнили вот он гарантийный талон и сюда не должны были вписать печать поставить и такое но не заполнили этот талон который может производителя по идее должны были заполнить но и он разрезается так понимаю одна часть себе другая часть продавцу но никто ничего не заполнял конечно же но не свой дают кстати магазина обычно свой отдельный печатают и там ставят печать и все такое здесь руководство здесь руководство более подробно и и просто на русском хотя странно на коробке все везде на английском а здесь только на русском по идее есть должно быть на всех языках либо сюда уже залазили и вытащили остальные или как и непонятно или ну странно типа на сзади для всех языков а здесь только на один как так или у них типа партия одна для русских другая там надо для английских и клавиат и соответственно инструкции разные лазерная гравировка клавиш но здесь очень все описано установку особенности установка основной функции что делать мультимедийные клавиши так вот ты сам догадываешься смотришь на картинку думаю что она делает динамик значит звук а тут вот прямо написано что вот они клавиши сверху него пожалуйста включить медиаплеер вот это вот включать нельзя плеер f1 f2 f3 f2 меньше это в 3 увеличивать звуков 4 отключает звук предыдущий трек следующий трек пауза стоп открыть домашнюю страницу email клиент открыть папку мой компьютер избранная регулировка яркости как осуществляется для того чтобы провести минуту клави раскладки одной клавиши необходимо строить сочетание клавиш на языка на control shift а control shift у меня alt и shift и эта штука не работает а чтобы работал нужно нажать нас настроить на control shift то есть получается когда я нажимаю эту клавишу срабатывает сочетание control shift а у меня не работает потому что у меня alt и shift настроена вот почему не работает но все равно я уже привык control shift вжать и я думаю что не работает это как раз у меня неправильно настроено вот но это вот такая вот коробочка была в комплекте но так на лицов снаний и прям полностью одинаковая тоже здесь все такие клавиши на правом уже все грязно но в целом чем-то похоже они можно сказать так вот если рядом лежат много чем похоже у обоих есть подставка что здесь поставка для подзапястья что здесь подставка под запястье обоих посередине этот как его название фирмы потом обоих есть функциональная клавиша просто здесь вот для плеера и здесь они так выделены подсветкой что к самому другим цветом что кстати удобно а там не выделены если просто картинка сделаны и немножко в другом порядке здесь для плеера в начале а там для плеера он в конце для здесь для всех этих вот дома но мой компьютер там почта все все в конце а здесь наоборот в начале вот то же самое только в начале есть канкулятор а здесь здесь что-то а здесь избранная здесь вот мой компьютер видимо почта ну немножко но в целом похоже может какие-то отличия есть вот но в целом так можно сказать одинаковая ну плюс здесь все что необходимо нету лишней клавиши вот этой для языка она в принципе не нужна и я и так никогда не пользовался контекстное меню тоже не надо потому что она на мышке срабатывает ну а так клавиша windows есть в привычном месте вот здесь так что в принципе то же самое так все остальное точно такое же абсолютно разве что только там еще подсветка есть и здесь нету и еще что почему я решил сменить клавиатуру потому что во первых у меня уже начали стираться клавиши вот они три четыре клавиши стерлись 5 плюс то что она уже вся такая грязная шестое то что одна ножка здесь у меня сломался кстати не показывал эту клавиатуру вот она сбоку снизу с другу сверху нос снизу только с верхней части на вот сзади ножки были вот такие вот они ножки кстати в логе тысячи ножки побольше будет ну и собственно вот надписи 200 миллиампер а там по моему 100 то есть даже меньше потребление надо или где-то мы не писали до 100 и ей поменьше надо надо так то же самое еще есть кстати прорезиненная вот это вот ножка чтобы не скользила и по краям а дальше уже под и у меня вот ножка сломалась одна все вот она и доломалась на ножку мне сломалась я по я всегда у меня она мне себя стоял на ножках там одна ножка сломалась я сложил уже без ножек использовал плюс клавиатура стерлась ну здесь вот в этих местах вся уже грязная такая плюс здесь вот треснула на трещина и когда нажим когда руку ложишь порой здесь вот скрипит на этом поломанном ну здесь этот она прогибается и скрипит порой это и ну неприятно плюс то что сюда часто это попадала порой и вода попадала часть там всякие порой клавиши залипают некоторые нажимаешь он уже удар вдавилась он не сжимается и нужно пальчиком ее поправить она тогда на власть так нажимаешь вот она залипла и нужно пальчиком поправить она отлипает то что видно он на ней уже много грязи и поэтому она залипает и так и так не только это клавиши вот и другие клавиши залипают но чаще всего это конечно но и другие в аль это аль бывает уже залипает не всегда конечно на бывает аль залипает это тоже ну как бы не очень на поэтому я решил заменить ее так она работает она бы чем до сих пор работала ну ввиду того что она уже старенькая я решил ее заменить а покупал я ее в 29 августа 2016 года а уже уже 21 год сегодня какое сегодня до строя октября 2021 года то есть уже пять лет и два месяца работает и она бы еще про она еще будет работать просто что вся она уже такая замученная я решила заменить и собственно перейти на вот это посвежее ну по идее на должно тоже долго работать здесь кстати приятнее лучше выглядит клавиат ну получается здесь здесь краской нанесены буквы а здесь нету краски здесь они выцарапаны потому что это сделано для того чтобы когда включится подсветка ты видел ее то здесь здесь нету краски здесь дыгнул типа здесь они прозрачные то есть здесь клавиатура черная и в ней выгравированы буквы чтобы когда включается подсветка через через это через эти в гравировку FR3 у тебя шел свечения получается здесь она прозрачной все эти буквы они прозрачная и под ними находятся лампочки и когда светится то как раз через эти вот вырезанные буквы получается чир краска срезана на клавиатуре вижу буков выгравирована и через них светится получается без подсветки. Она немножко и плоховато. Видно так вот. Если глянуть, здесь такое беленькое. И прямо сразу так четко выглядит. А здесь так вот, ну, особенно вот эти F2, F3, F4 здесь прямо четко выглядит. А там вот их почти что не видно. Тем более, что они такие маленькие, чтобы вместить еще и картиночку. Их вообще плохо видно. Ну, а в целом, думаю, Logitech вроде как хвалит, что они вроде хорошая фирма. Поэтому, я думаю, она должна тоже работать столько же долго, как и Defender. Хотя, я думал, что Defender будет недолго работать. Но он 5 лет проработал и работает до сих пор. Просто, что он уже, как говорится, замучился. Вот. А ножки здесь. Ну, да, реально побольше, чем там. Там где-то наполовину только, где-то так. Плюс тоже есть, если ножки убрать, тоже есть резинки. Здесь одна маленькая резиночка. Тоже здесь. И здесь. А помимо этого еще и сверху резиночки. Чтобы, если ты уберешь ножки, чтобы она вообще не скользила. А в этой клавиатуре резинки только снизу. Здесь одна большая. И здесь, ну, тоже такие побольше, чем в Logitech. Но нету сверху, получается. Сверху, если ты уберешь ножки, то нечем клавиатуре зацепиться за стол. А здесь прям все продумано. Может без ножек. И тогда у тебя есть такие вот резиновые ножки со всех сторон. А здесь у тебя ножки есть только здесь. А там нету. Хотя, по идее, и тут могли бы вот сделать ножку резиновую здесь. и здесь. Но, вот так вот они сзади выглядят. Logitech как-то даже так и поприкольнее смотрится. Ну, как-то и ножки побольше, и резиночки во всех местах есть. И клавиатура более контрастная. А подсветками не надо ее все равно. Получается, она не запоминает никогда подсветку. Когда ты включаешь комп, то сразу подсветка говорит, и тебе нужно ее всегда выключать. И первым делом, что я делаю при включении компа, это выключаю подсветку. Ну, и тоже каждый раз напрягает, каждый раз выключать подсветку при включении компа. Здесь просто выключаешь, пользуешься. Потому что подсветка, ну, мне редко, бывало такое, что я ночью сидел и включал подсветку, но такое редко бывало. В основном у меня есть подсветка. Так что мне подсветка и вот эти вот клавиши точно не нужны. А вот Alt здесь вот он нужен. Я часто смотрю свойства файлов и как бы нужная функция. Ну, и, собственно, вот так вот выглядит клавиатура у меня за компьютерным столом. Если убрать, выключить всю подсветку и я ставить только клавиатуру, то можно включить ее, ну, подсветку, чтобы видно было, как она светится. Когда ее подсоединяешь, она вот так вот засветит, ну, начинает светиться. Правда, у меня сушка на телефоне включена, и ее не особо хорошо видно. А вот если выключить вспышку, то сразу все начинает уже совсем другими красками играть. В полной темноте клавиатура выглядит вот так. Так, горит Defender, и горят ее вот клавиши. Что довольно-таки прикольно. Соответственно, Cup Lock, вот он, и Scroll Lock. Ну, и клавишами функциональными можно менять подсветку. Так, 0% яркости, так, 10%, по-моему, так, 50%, так, 100%. Все. И вот каждый раз, когда включается комп, клавиатура сразу так горит. Я ее каждый раз выключаю. В темноте, конечно же, да, 100% удобно. Но я редко сижу в темноте, потому что это плохо для глаз. Соответственно, редко использую эту подсветку. И, соответственно, она мне не нужна. И получается, что я никогда ее не использую. Ну, и как вы видите, в этих местах, где что-то написано, там идет свечение. Потому что там нет ни краски, ничего. Там просто выгравированы именно буквы, чтобы оставалась, как бы, такая дырочка, как бы, через которую будет идти свет. Дырочка в виде там буквы, цифры, там, все такое. Вот она так светится. Вот это камень сейчас, клавиатура. Ну, а если включить свет, то, естественно, при свете. Этого уже практически не видно. И чтобы оно зря не горело, я просто выключаю. Ну, и ввиду того, что сломалась на ушко, здесь уже трещит. Клавиши залипают. Сама она уже грязная, уже, ну, ей 5 лет. Поэтому я решил ее заменить на новую. Поэтому убираем только лавиатуру, ложим эту. И совсем другой вид. Все такое новенькое, красивенькое. Все такие буквочки новенькие, все такое чутенькое. Все такое классненькое, новенькое, приятненькое. Ну, и вот она, клавиатура моя новенькая. Без света, как-то так. Ну, подсветки у нее уже, естественно, нету. Я на это не обращаю внимания, мне она особо не надо. И, кстати, стоит, если вот по теперешним ценам, даже дешевле, чем та клавиатура. Та сейчас стоит 45 рублей, а это 40 стоит. А если по тем ценам, то тогда та дешевле была, 38 рублей она стоила. Ну, вот если я сейчас подключить, то, собственно, мы ничего и не увидим. Ну, вот сейчас клавиатура установилась, и на компьютере просто пишет, что найдено новое USB-устройство, устройство ввода. Все. Никаких обозначений, что это Logitech не пишет. Собственно, по идее, наверное, ей ничего не надо, потому что так-то здесь никаких особых функций нету. Все эти намлоки, а на ней и так горят. Они и так горят намлоки. Клавиши горят все эти. Ну, не клавиши, а светодиодики. И все. Все остальные функции должны работать и так, в принципе. Если вот посмотреть, то, наверное, должно работать и так. Если вот нажать функциональное, нет, не работает. Тогда, возможно, надо ей дополнительные какие-то драйвера. Да, я нажимаю, ничего не происходит. Хотя, нет, я обратил внимание, что происходит. Просто я нажимал на уменьшение звука. Получается, нажимаешь Fn, уменьшение звука, и звук уменьшается. Просто на старой клавиатуре у меня высвечивалось окошечко, а здесь ничего не высвечивается. Он просто, если посмотреть в системную часть возле часов, там, где громкость, видно, что она уменьшается и добавляется. Если держишь, быстро добавляется. Если держишь, то постепенно, по 2%. Если держишь, то быстро бежит. И, собственно, вот эта клавиша звук выключает, и включает его сейчас. Если нажать, ну, нажимаем на клавишу Fn, функция держим, нажимаем F4, и вот открылся калькулятор. Собственно, всё работает просто, что я сразу не обратил внимания. То есть, да, ей особо драйверов не надо, она сразу работает. Соответственно, когда нажимаешь Fn, F5, открывается плеер, а в плеер уже нажимаешь Fn, F7, ну, то есть, вот это вот значок, и начинается воспроизведение. Ну, то есть, всё работает. А если нажать Fn и Ctrl, то открывается контекстное меню. То есть, даже хоть здесь и нет отдельной клавиши, контекстное меню, но Fn и Ctrl, это будет контекстное меню. Кстати, грамотно, удобно сделано вообще. То есть, могу вот вам даже показать, нажимая вот сейчас Fn, как бы это так, клавиатуру поближе, Fn и F4. И вот он открывается калькулятор. Закрываем. Попробуем открыть ещё раз Fn, F4. Ну, и вот он там, где мы его закрыли, там он открылся. Нажимаем ещё раз. Вот, пожалуйста. Они уже там сверху открываются. Ну, два открылись. Так, если всё закрыть, работает. Или нажать, например, Fn, F5. Это плеер. Вот он, плеер открывается. Вон, он открылся. Ну, и громкость, вон она на 0 стоит. Как бы это её показать. Вон она громкость стоит. Нажимаем Fn. И F11. Вон он растёт ползунок. Уменьшаем. Работает. Или нажимаем Fn, F9. И вон, звук выключается и включается. Ну, и контекстное меню тоже. Вот, если нажать Fn и Ctrl. Ну, правда, контекстное меню, почему открывается, они не прямо тут, где мышка, а открывается, ну, там вообще, вверху, в самом верху экрана. Я не знаю, почему так. Это, кстати, неудобно. А если здесь попробовать. А здесь вот они открываются. Почему-то. Да, ну, как-то контекстное меню плохо работает. Но я на клавиатуре контекстное меню никогда и не использовал, на самом деле. Мне оно и не особо надо. Вот, в общем, такая вот клавиатура. Буду ей пользоваться. Надеюсь, она мне долго прослужит. Ну, а на этом все. Всем пока-два. Продолжение следует.